Добрый день, дорогие друзья! И сегодня мы снова проговорим про полонию. В начале весны этого года я узнал про это уникальное дерево. Решил его выращивать. Весь мой путь я, кто уже, может быть, видел на канале Дивный сад на YouTube, я выкладывал. И наблюдаю все лето за тем, что происходит, с погодой, с тем, как она растет. И я решил, ну, раз уж лето не пришло к нам, создадим лето сами. В итоге я решил часть павловней высадить в 7-литровые горшки, но высадить в таком мини-теплице, не теплице, ну, короче, на балконе. Я создал для павловни условия, максимально приближенные к условиям лета, скажем так, которые, в принципе, должно было быть у нас. Я создал лето в отдельно взятом месте, а конкретно на балконе у себя дома. И сейчас, вот в этом видео, я хочу вам показать, что у меня получилось, каких таких результатов. Ну, еще, в принципе, я думаю, что месяца два еще есть, и они будут еще дальше расти. Ну, я хочу с вами поделиться тем, какая она сейчас, как она выросла. Они у меня растут здесь под лампой. Лампу я выключил, потому что идет пульсация, и не очень приятно смотреть. Ну, а что у меня получилось, давайте я вам сейчас покажу. Ну, вот, она павловняя, как она сейчас выглядит. Как я сказал, вот она находится в 7-литровых горшочках. Часть из нее, вот, растут они под такой лампой у меня, желтого цвета. Вот эта павловняя росла, росла, не знаю, что с ней случилось. Возможно, близко к лампе, возможно, что-то другое. Не знаю, буду сейчас наблюдать, листики новые тоже. Вот, даже листик вот потянул, он отвалился, видимо, уже все. Вот такие разные результаты. Также вот здесь она у меня растет. Некоторые листики, возможно, от холода, потому что окно открыто, а температура ночью резко падает. А здесь, когда солнце светит, нагревается очень сильно. И такие резкие перепады температур, возможно, это тоже влияет на рост развития. Ну, показываю, как есть. Вот она такая уже, достаточно высокая. Если учесть, кто видел видео на канале, какая она выросла у меня на улице. То есть, ну, очень похоже. В принципе, вот эта посажена позже, чем та, которая на улице. Я сейчас вот эта, которая здесь посажена, догнала, в принципе, по высоте роста ту, которую я высадил где-то в середине примерно, ну, в конце, ближе к концу июня высаживаю ее. А эта высажена гораздо позже. Так она сейчас выглядит. Покажу, сейчас вот здесь тоже небольшая. В принципе, растет достаточно хорошо, развивается. Особенно вот те снизу, которые здесь, сверху светит лампа. А здесь вот внизу они достаточно хорошо развиваются. Появляются вот новых листиков. Даже стали появляться уже, сейчас покажу вам, пасанки, так называемые. Где-то поближе показать, получше видно. Наверное, вот здесь будет видно. Так, нет, не видно. Сейчас попробую показать где-нибудь в другом месте. Ну, вот здесь вот, в принципе, видно. Вот основной стебелек идет. И здесь вот сбоку. Завернуть. Вот. Вот они уже, отвесление пошли. Ну, вот я ее здесь немножечко сверху подкормил гиоголусом. Дать немножко питательных веществ для развития. Вот. Так вот она сейчас выглядит. Ну, сейчас на этом этапе идет развитие. Вот здесь, смотрите-ка. Что отвалилась центральная часть. Не знаю, с чем связано. Маковинки есть, а эта отвалилась. Очень интересно. Ну, ладно, будем смотреть, наблюдать. Первый опыт. Так что вот так она сейчас выглядит. Так вот сфокусировать. Вот так вот я решил попробовать еще расти два месяца. В любом случае, сейчас идет развитие корневой системы, поэтому я сильно не это никакая выделяется что-то на них. Вот прям желтое на пальцах видно. На листьях. Листья такие маслянистые. В этом году идет развитие корневой системы, поэтому я особо верхушку не смотрю. Она нужна сейчас в этом году только для развития корневой системы, потому что в следующем году я планирую, естественно, делать технический срез. И здесь они у меня кривые, косые. И в следующем году уже пойдет второй год активный рост развития. Ну, на этом. Еще хочу вам показать свое наблюдение по поводу павловни и выращивания ее. Вот сейчас я снимаю это видео 5 сентября. И что я хочу показать? Вот не высаженные мною павловни в горшки побольше, а остались расти вот в этих горшках, в которых я и проращивал. И такое ощущение, что, видимо, есть программа и понимание знания у растения о том, что уже заканчивается период вегетации. И неважно, в каком состоянии, когда она проращивалась, ну, по крайней мере, я так вижу это, наблюдая, то она готовится к завершению. Вегетация в этом сезоне. Как я это обнаружил ее? Потому что я вот вижу, что начинает деревенеть нижняя часть сеянца. То есть вот она деревенеет. То есть она завершает программу. Неважно даже высажена или не высажена. Вот это корневая система. Один корень уже такой уже темный. И они уже завершают период вегетации. Поэтому я так помогаю, из-за этого они уже корни у них деревенеют. Не корни, а нижняя часть ствола. Потому что я это наблюдаю не только здесь, я наблюдаю это везде. Вот во всех. Я сначала не понял, что это такое темное. А сейчас пригляделся и смотрю и наблюдаю. Ну не везде, конечно, не у всех. Но основная часть, те, которые достаточно давно растут в стаканчиках. И вот они уже давно требуют пересадки в больше горшочки. Они начали, видимо, этот процесс завершать. При этом у них, видите, насколько отличаются листья желтые. Я не знаю, может быть, это связано с чем-то другим. Если у вас есть какая-то информация по этому, и вы знаете, что у вас есть больше опыт выращивания по ловне, напишите об этом в комментариях. Будет интересно узнать ваше мнение на этот счет. У меня вот сейчас делюсь тем, что у меня вот так. Расскажите, как у вас. До встречи. Пока. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Я думаю, что будет еще ряд видео. Планирую, естественно, подвести итоги. Будет видео всех высаженных по ловне в этом году. Если вам это интересно, как уже сказал, подписывайтесь на канал. Если у вас есть какие-то вопросы, или у вас есть свой опыт выращивания по ловне в этом году, поделитесь этим опытом в комментариях. Расскажите. Может быть, у вас получится рассказать о том, какая она у вас получилась в этом году. Потому что регионы разные, условия разные. У всех все по-разному. У меня вот в этом году так. У кого-то, я знаю, гораздо лучше результаты. Мне скидывали фотографии ВКонтакте. У них раза в два, наверное, в три выше по ловне получилось, чем, допустим, у меня даже сейчас здесь. До встречи на канале. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok